Дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, во-первых, поприветствуйте. Ей скоро на самолет, но она никуда не торопится, потому что она в халате вообще на съемке. А вообще, что хотел сказать, ребят, говорят опять фейковые СМИ, что 17 марта я призываю какой-то там народ куда-то. Ребятушки, 17 марта я работаю ровно как и остальные дни марта. Ни на какие выборы, никуда я никого не зову. Друзья, поэтому это фейковая информация, это ложь. И мне очень нравится, что люди настолько беспомощны, что они пытаются обманом и ложью затянуть куда-то других людей. Ребятушки, занимайтесь работой, творчеством, не ходите на всякую ерунду, ходите к своим близким, вот и все. А Никита Калагривый все сообщает в официальных соцсетях, поэтому никаких авто... Вот такое обращение записал Никита Калагривый, актер, которого в сети представляют как звезду сериала «Слово пацана. Кротная асфальт». Ну, что я могу сказать, ну, я как-то не удивлен. Во-первых, такие настроения в этой среде богемы. Это традиция, ведь даже это не имеет отношения к нашей богеме и к нашему времени. В принципе, считается, что там власть отвратительна, как скуки продобрения, помните, да, вступает в сказку. Поэтому иметь какое-то дело с властью – это малетон для этой среды. Люди вообще не задумываются, что, откуда и почему. Нет. Просто власть – это плохо, протесты – это хорошо. Во-вторых, ну, все-таки это достаточно молодые актеры. Молодежи, студенчеству, богемной молодежи особенно, вообще это очень присуще. Протестовать, выступать против власти, не иметь с властью ничего общего. Опять же, не задумываются, где деньги, где, откуда они верутся. Я вот помню, как Саша Бортич, оставлю даже ее обращение из Инстаграма, тогда еще не запрещенного, призывала своих поклонников выйти поддержать Навального три года назад. То есть они выводили вообще школоту и студентов на улицу представляли. И по поводу Саши Бортича, тогда Никита Сергеевич проехался, сейчас беззагонно спрашиваю, что тебе, мол, надо четверть миллионов за съемочные деньги получаешь, а вот даже… А опять же, это вот такой тренд, повторю, не сегодняшний день. Кстати, к Калагрилу им тоже Никита Сергеевич. Вот, и Никита Сергеевич вот на хайпе, который возник после сериала, то пацана делает себе карьеру и правильно делает кто-то из его товарищей по сериалу. Выпускает мерч, он вот сделал ставку на скандалы. Вы помните историю, когда он ушел из студии Александра Гордона, Димаш такой устроил. Это все грамотно с точки зрения построения вот такого имиджа скандалиста и протестанта, в смысле, человека протестующего. Ну, что протестовать? Против власти. Кроме того, крупные игроки киноиндустрии, они ведь с симпатией относятся к такого рода выступлениям. Смотрите, вот привожу всегда, например, Алексей Серебряков, который называл Россию болотом, говорил, что наш национальный георгий хамский, что это так далее, уехал в Канаду, потом вернулся, и сейчас снимается значительно больше, значительно больше, в разы кратно, чем до своих Димашев. То есть там был какой-то период, так называемого застоя, зато сейчас все у нефти пошло, потому что заприметили его такой коррективный бондарчук, типа понял, что наш пацан. Будем снимать. Поэтому здесь, если рассматривать выступление Никиты Сергеевича Калагрилова в рамках на выходовке, то это тоже очень грамотный карьерный ход. А может, он и не задумывается, может быть, чужая душа потемкает. Мы это знаем. Я вообще не понимаю, почему надо так к каждому заявлению актера прислушиваться и его обсуждать. Потому что сейчас пошла волна комментов каких-то. Кстати, пишут, что сам Калагривый у себя из Телеграма это обращение с очисткой. А вот это уже неправильно. Пацаны не извиняются. Пацаны не извиняются. Что вы увидели в этом фильме? Про что кино? И как следствие рекомендации смотреть этот фильм нашей аудитории или заняться своими делами? Давайте с вас начнем. Я считаю, что кино про наше сознание и про наш быт и про последствия, в которых, так скажем, в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем из-за, так скажем, нужды определенной. Я это увидел так. Если бы я был вашим приятелем, а вы бы мне, когда я вас спросил, идти на кино, смотреть или нет, вот начали бы вот это говорить, я бы сказал, о, конечно, спасибо тебе, что сказал, но не пошел бы точно. А почему нет? Ну, про что, историю можно рассказать? Про что кино? В двух словах вам нужно сказать. Да, конечно. И в двух предложениях вам нужно сказать. В двух словах. Вы же нашел, хотите я вам в трех словах вообще всю передачу закончу. Ну, я тут буду я хотеть, что хотите, а что не хотите. Давайте я тоже буду хотеть. Подождите, что у нас здесь, тоталитаризм или что? Нет, я вас спрашиваю сейчас. Вы что хотите? Давайте я буду хотеть. Вы хотите поссориться сразу? Я уже это делаю. Подождите, это я могу. Я хочу вам объяснить простую вещь. Значит, это программа, в которой я ведущий. Значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Согласен. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит. Спасибо, могу уйти? Пожалуйста. Да, потому что я думаю, вряд ли я с вами... Я с вами диалог не найду, честно. Конечно, да, до свидания. Нет, милые мои. Все, удачи. Где художники по звуку? Выход там. Спасибо. Пожалуйста. Увидимся у меня в гостях. Ну, ребята. Какой ты, а? Хороший, блин. Смелый такой. Вы знаете, я даже не требую сейчас от вас ни поддержки, ни осуждения своих действий. Так было, и так будет всегда. Это авторское шоу. Здесь я решаю, кто за, кто против. И здесь ногой, блять! Всем здравствуйте. Меня зовут Саша Бортич. Я актриса. Я бы хотела высказаться по поводу всего, что происходит сейчас с Алексеем Навальным. Высказаться в его поддержку. Потому что можно по-разному относиться к Алексею. Многим он не нравится за радикальность своих взглядов, так скажем. Но это сейчас все неважно, потому что это касается уже не конкретно вашего отношения к Алексею, вас, меня, всех, кто живет в России, потому что нам показывают, что наши законы, там, Конституция, Уголовный кодекс, это просто бумажки, что при желании можно что угодно делать, с кем угодно, и устроить суд в отделении полиции, и, в общем, так далее. 23 января будет очень круто, если мы все пойдем гулять. Мы все должны пойти гулять. Если мы хотим жить в стране, где уважают человеческое право, где существуют законы, мы все должны пойти гулять. Я желаю сил и терпения семье Алексея и самому Алексею. Я очень надеюсь, что все люди в нашей стране перестанут терпеть, перестанут быть дураками, за которых нас считают, и мы сможем доказать, что с нами так нельзя. Ехай нахуй ехай нахуй ехай нахуй навсегда Я хитаху, я хитаху, я хитаху Я хитаху, я хитаху